Всем привет, с вами InformTV. Надежда Румянцева покорила абсолютно всех зрителей своим обаянием и неудержимым оптимизмом. Но на пике своей популярности звезда фильма «Девчата» оставила карьеру, посвятив всю себя семье. За больше чем 40 лет отношений она перенесла многое, включая страшное ограбление. Первым мужем Надеждой стал однокурсник Владимир Шурупов, но брак распался после окончания учебы. Вскоре актриса на дне рождения друзей знакомится с дипломатом Вилли Хштаяном. Три года пара общалась урывками из-за гастролей актрисы и командировок дипломата. Румянцева подружилась с дочерью избранника от первого брака – Кариной. Они начали жить вместе и вскоре поженились. Женщина везде следовала за мужем, была в Египте, потом в Малайзии, но вскоре попросилась на родину. В Москве муж быстро нашел работу, а вот Надежда совсем не спешила возобновлять карьеру. Все дело в том, что когда они вернулись, ей уже было 57. Надежда Васильевна стала озвучивать фильмы и вести воскресную программу «Будильник». Актриса сыграла еще в нескольких картинах, например, в «Чудесной долине». Но все-таки больше ее времени занимал уход за садом и домом. Супруги удочерили Карину, которую Румянцева любила как родную, но своих детей в браке не завели. Муж актрисы впоследствии винил в этом себя. Ведь Надежда в молодости очень просила завести ребенка, но он все время отказывал, говорил попозже. Но худшая ожидала пару впереди. У Вилли Вартановича появился свой бизнес, и он начал неплохо зарабатывать. При этом на него посыпались угрозы рикетиров. Бизнесмен попробовал уладить все с помощью знакомых. Был какой-то период затищья, но вскоре бандиты ворвались в жилище семьи. Надежде Васильевне при этом здорово досталось. Когда преступники требовали деньги, несколько раз ее били. К счастью, соседи вовремя вызвали милицию. Бандитов посадили, а Румянцева уговорила мужа закрыть ферму. Были тому виной удары преступника или все из-за того, что она иногда падала на прогулки с активным псом, но у артистки стали часто появляться головные боли. Доктора сказали, что никаких отклонений нет и что все в порядке, но через пару лет выяснилось, время безнадежно упущено. Когда в очередной раз мужу предстояло лететь за границу, Румянцева пошла его проводить. На улице у нее закружилась голова и актриса упала. Это был инсульт, после которого она перестала ходить. Пройдя курс реабилитации, Надежда Васильевна почувствовала себя лучше. Казалось, череда неудач прошла, но не тут-то было. Однажды обычное ОРВИ перешло в пневмонию. Температура не сбивалась и актриса стала таять на глазах. После госпитализации Румянцева уже не вышла из больницы. Цитата. В последние дни Надя просто лежала с закрытыми глазами. Она не рассказывала, как сильно у нее болит и что она чувствует. Видимо, даже в таком состоянии меня берегла. Только лучшей подруге Гали Пешковой и соседке Маше она честно призналась, что умирает, вспоминал Мушкина звезды. 8 апреля 2008 года Надежда Васильевна не стала в возрасте 77 лет. Супруг с сердцем полным горя похоронил ее на Ваганьковском кладбище. Румянцева просила его продолжать жить после ее ухода. И Кштаян вернулся к работе. Стал чаще общаться с дочерью и внуком, но все равно вечера неизменно проводил в гостиной, где когда-то каждый вечер так же сама сидел с актрисой. В этой гостиной все вещи так и лежали на тех самых местах. А вы помните фильм «Девчата»? Нравилась ли вам Надежда Румянцева? Ставьте лайк, если да. Также не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!